С наступления весны лед на водоемах становится коварным. Сотрудники МЧС России не первый раз предупреждают рыбаков о неоправданном риске. Но это останавливает далеко не всех. Так, 17 марта поход на Волгу едва не закончился гибелью для 35-летнего новочебоксарца. Молодой человек и его товарищи бачили недалеко от города спутника, 200 метров от левого берега. Но тонкий лед непредсказуем. В итоге мужчины оказались в студенном воде. Один из них сумел выбраться из полыни, у другого не хватило сил. Очевидец, заметивший рыбаков издали, позвонил по номеру 112. Прибывшие немедленно спасатели Сергей Шабарин и Александр Волков, спустив на открытую воду моторную лодку, подплыли к месту происшествия. Вплотной приблизиться к тонущему человеку мешал лед. Буквально проламывая себе путь носом судна, сотрудники экстренной службы сумели добраться до рыбака и вытащить его на борт. С диагнозом переохлаждения он был срочно доставлен в больницу. С наступления весны лед на водоемах становится рыхлым и не способен выдержать вес человека. Сотрудникам МЧС приходится ежедневно совершать объезд акваторий, чтобы предотвратить подобные чрезвычайные происшествия. Убедительная просьба любителей подледного лова. Не ходите ведь на лед. Лед в любой момент может оторвать. Тем более на левом берегу и в подходном канале лед постоянно трескается, отрывает. Уровень воды постоянно то поднимается, то опускается. И вероятность отрыва льда очень большая. Не выходите на лед без особой надобности. Будьте бдительными. А родителям необходимо рассказать детям об опасности весеннего льда и каким последствиям может привести катание на льдинах. Берегите себя и своих близких.